Девочка-пай Помогают участникам СВО Ну как-то более-менее в боевых условиях свой быт обустроить более-менее комфортно, насколько это возможно Ребята молодцы, так сказать, самое главное, что они с желанием все это делают, так сказать, под руководством старших Потому что основные важные моменты, например, залив расплавленным парафином, естественно, дети не проводят, проводят взрослые Потому что все мы понимаем о последствиях, так сказать Ну вот вся основная подготовительная работа проводится детьми Вот, они чувствуют свою значимость, они понимают, что они делают, делают очень важное дело Девочка-пай Под Спасском у нас члены тоже есть И такой цех есть, который вот этим занимает свечи и плетет маскировочные сети Маскировочные сети, ну это очень трудоемкий процесс А школьникам, мы подумаем, почему школьникам не заняться, делать окопные свечи Почему? Потому что они необходимы бойцам всегда Почему? Холодно, они согревают И подогревают пищу, потому что нельзя им пользоваться открытым огнем То есть себя демаскировать То есть сейчас, вы знаете, война дронов И достаточно печки-то есть у них, печурки маленькие Но если они будут топить ее дровами, то дым будет и замечен И тут же сразу прилетит Поэтому они внутрь вставляют эту окопную свечу Свечку, она долго горит, потому что парафина много Вот, и она горит достаточно долго И немножко подогревает там у них в окопе, так сказать Поэтому она называется окопная свеча Поэтому мы посмотрели, как ее делают Сначала мы научились, так, а потом казаки То есть мы ездили, они у них мастер-класс взяли Потом ребятам в нашем музее В Спаске, да, в Спаске Мы сначала в Спаске посмотрели все, как делают И они поделились с нами парафином Почему? Потому что парафин это самый, ну как сказать Денежно затратный в этой процессе Потому что баночки ничего не стоят, все собирают отходы Так, картон самый дешевый используется, самый дешевый Сегодня спланировал занятие, это музей Потому что у нас запланировано было доделывать свечи Свечи доделывать, потому что по мере поступления парафина Вот, поэтому, но музей еще, как бы сказал Давайте позанимаемся у них патриотическими Как раз сегодня 19 апреля, да Ну вот у нас день, так сказать, геноцида советского народа Получилось, это просто приобщение Это нечаянно так совпало, что сначала перед практическими занятиями Были теоретические занятия Все как бы в одно слилось, все в одно Чтобы технологический цикл не нарушать Нужен немножко воск, воск в парафин И цвет будет другой Если один парафин, то она белая А если добавлен воск, то она желтая Становит желтая А технологический цикл чего нарушать? Ну, чтобы смешивать парафин И немножко добавлять вот воск В общем, они должны быть смешаны Смешаны Ну, тут вот, да И дольше, и теплее Да, и чтобы не было угарного Чадить, наверное Чадить, да Чадить меньше Чадить Да, да Меньше чад Ну, надеемся, что Сейчас у нас ребята, они в движении Так что Им нужно все сейчас Потому что они движутся Переходят, меняют дислокацию И с собой таскать печки Они не могут С собой они печки таскать не могут А вот эту свечу А как раз она им заменит свечку Где-то в каком-то подвале Потому что в подвале и летом Достаточно холодно Плюс разогреть пищу Ну, которая им дает Сухой спирт Он очень маленький Ну, сколько ты разогреешь, да А эта свеча, она все-таки горит И весело, и тепло И разогреть, кушать То есть она многофункциональная Получается Нам рассказали о геноциде советского народа Во время Великой Отечественной войне Это очень важно Потому что Это память о том, как страдали Наши предки Которые То, как они совершали подвиги Все равно, несмотря на Опасность Несмотря на Какие-то Трудности Которые были с этим связаны И это Очень поражает Поражает воля этих людей Которые были Готовы пойти на смерть Ради своей страны Идея была не так давно Предложена Но это Все равно Очень важно Потому что Это помощь фронту Конечно, нельзя полностью сравнить с подвигами на фронте людей Но, тем не менее, это вклад в победу Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Егорова